Я вынужден вернуться еще раз, я лучше подготовился к этой теме. Я продемонстрирую вам, откуда растут ослиные уши, откуда торчат ослиные уши. Я понимаю так, что есть, знаете, я люблю поговорить, уж извините, фокусник берет и шляпу достает кролика. И до сих пор я понять не могу, как он его. Да, уже десятки раз видел, и вы видели, и не один фокусник, их сотни умеют кролик. Как он достает, никто не знает. Вот вы, то, что мы вверху смотрели, это как раз те же самые, на уровне не фокусов, на уровне чуда. А теперь представьте себе, что когда кто-то берет, и из кролика достает шляпу. Представили, нет? Вот выходит фокусник, столик, кладет кролика, а из кролика достает шляпу. А еще ни один не смог этого сделать. Не поняли ли, Гори? А наука смогла. Вот, потому что если из кролика достать шляпу, кролик или уже мертв, или умрет. А они смогли, сейчас вы это поймете. Итак, по порядку. Так, и вот дама пишет, Галина. Простите, что я использую ваше письмо. Раньше я мучил их обрезкой, но уже больше нет. Ну, понятно. Теперь-то она. Сколько времени потеряно было? А погибло сколько? Черешни семь сортов. Я зацепился за слово черешни. Может и другая причина? Нет, не другая обрезка. Сегодня смотрела 18-й вебинар и про сорт абрикоса Чемпион Сембер узнала. А у меня такой растет. Вот, купила трехлетку в магазине. Представляете, трехлетка. У меня трехлетка, это размер бани. Они умудряются это. Так, ладно. Это еще и абрикос. А у меня пять ствол пустой. Вот там ветки. Все отсыхает вверх. В этом году два плодика. Ну, и так далее. В общем, вы поняли. Ваши абрикосы взошли, растут жердель. Наверное, минус климат выносит. Да, жердель выносит климат. Если я помню, вы москвичка. Так, кажется. В Маньчжурице один домом зашел, пересадила в сад. Пока жив, лиси не нарастают. Лучше бы не пересаживали. А, дома выросли. Вот это еще один момент. Хотя вот эта тема будет посвящена другому. Нараз зацепился. Один домом зашел. Если еще только как можно быстрее пересадить. Я пробовал. Я вырастил на подоконнике пару сотен. Они были размером 10 сантиметров, 20 сантиметров, 30 сантиметров. Вы представляете, я пересадил в мае месяце к себе в сад. Они все наедино умерли. А еще, я же отслеживал, как они умирали. Нет, несколько осталось. Знаете, почему это? Они просто сидели и не росли. Я-то их в январе, в феврале посадил на теплый подоконник. Достал с холодильника. Прошло все нормально. Они взошли дружно. Я тогда понял, у них сбит полностью ритм биологический. Я потом дошел до того, что говорю, сегодня посадили, не взойдет. Послезавтра посадили, взойдет. А где это завтра? Кто знает, какой это день, неделя, месяца. Среда или пятница. Вот что. Это очень все важно. Но уже у вас манчжурец зашел дома. Если он еще не малюхонький-малюхонький и пересадили в сад, допустим, вместе с горшочком или хотя бы с комом земле, шансы есть. Но если он с листьями, большинство погибает. Может быть, еще спасти к притине, а я, когда стоит солнце. Но какие-то шансы. И вот я зацепил за слова. Листья больше не нарастают. Или умрет. Ну, в общем. А, теперь сливы хапты живы, но постепенно сбросили листья кокосина. В общем, так садить нехорошо. Но теперь переходим к самому главному. Для начала я взял, опять, просто, знаете, реклама лезет во все щели. А я иногда нажимаю, чтобы вот. И вдруг раз, получилось так, что я не искал черешню. У меня все само получается. Здесь 7. И, значит, очень важно. Итак, когда я нажал на рекламу очередного питомника. Видите, тут опять нету какой, неважно в данном случае. Нет, важно. Вот. Здесь я не нашел сворованных фотографий. Хотя все равно, похоже, они из интернета. Почему? Черешня Наполеон. Так. Ну, естественно, что Наполеон это Наполеон. Ясно, откуда он родом. Дальше пойдем. Урожайность ежегодная составляет 10-12 тонн с гектарой. Вот представим себе, когда продают вам саженец. Ясно купленный где-то там южнее Украины, южнее Белоруссии. Это понятно. Западнее, южнее. Вот. Западной Европы. Вот. Где-то прочитали, вот взяли черешные сорты Наполеон. Взяли вот эти характеристики. 10-12 тонн с гектарой. Вот. А человеку, это понятно, что он купит сейчас у них, нажмет на кнопку. Скидка 10%, да. Она недорогая, 540 рублей всего. Каких-то 540. Вот. Я заодно вам скажу следующее. 540 рублей, чтобы вы купили, а вы дороже не купите. То есть, если будет 700, уже в два раза меньше покупать. Если 1000, в 10 раз меньше и банкротство. Поэтому продают, это предельная цена для перекупщиков. Потому что они были вынуждены закупить за рубежом. Проехать дорогу, давать взятки. Тратить, если это фура, тратить эти самые, бензин, тратить все. Это все привезти. Помните, 300 рублей отдать этому самому. Ну и так далее. Вот. Все это входит в себестоимость. Вот. И еще на этом заработать. Официально заявляю. Наши, питомники. Ну это понятно, что это не их череша. Вот. Ну не их. Что? Что они собрали 10 тонн гектара? Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Тут еще поставить запятую. Два нуля отсоединить от 10 тысяч килограмм. Хе-хе. Ну ладно. И вот, значит, наши питомники почему сдохли и перешли на перекупку. Или как они назвали мудро, так подло, но мудро. Хе-хе-хе. Доращивание. Хе-хе-хе. Это. Которые они смогли продать. Полудохлые они доращивают. Ну то есть прикапывают, садят горшки и еще год ждут. Чтобы уже совсем мертвые продать. Вот. И вот получается так, что ясно, что вот эти черешни жить там, где, допустим, покупают и живет. Вот. Если я правильно помню, в Москве это невозможно в принципе, да. Вот. Но. Какие-то шансы все-таки есть почему. Я сейчас скажу, почему у вас их не будет никогда. Смотрите. Вот это черешня. Боднар, так. Вот. Я называю это черешня Боднара, а то уже как бы официально, хотя я с ними имею право. Черешня Боднар. Вот. Обратите внимание на форму кроны. Очень удачный снимок. Вот. Форма кроны. К ней не прикасался секатор. К сожалению, никто не уменьшал его вес. Вот. И вот это все поедается верхней половиной птицами. Вот. У меня птицы сожрали вот это все. Вот это высота 3 метра, вот это 5 метров. От 3 до 5 метров все до единого. Достать было невозможно даже со стремянки. Вот. Вот это мой принцип. Не трогать дерево. Он не хороший, плохо. Раз не трогаем, значит даст максимальную это. Морозостойкость. Если не будет ран. Об этом наука, кстати, не знает. Представляете, они до сих пор не знают. Замазать этим дерьмом коровьим. Ну, это мы еще ниже будем. Посмеемся еще. Ну, на данный момент я что хочу сказать. Все ветки целы. Вот. А если бы я вот так вот, можно было бы крону делать пониже. Ну, так получилось. Я просто оставил. Я думал, она все замерзет в любом случае. А это 2015 год. Любуйтесь. Смотрим дальше. Итак. Мы в святая святых. Вот. Самая. У нас, как помните, я спорил с ведущим Абрикасоводом из Москвы. Наталья Андреевна. А это ведущий Черешневод. Вот. И вот они издали книгу. То, что я вам сейчас покажу. Ведь наверняка, кроме меня, ни один человек этого, то, что в упор не видит. Такие вещи страшные, жуткие, невероятные. Я вас заинтриговал? И вот смотрите на эту книгу. Так. Вот смотрим. Вот они. Авторы. У нее 30-летний стаж был день. Когда 50-20 книга. То есть уже у нее 40-летний. Вот. Надеюсь, жива, здорова. Лучше бы она этого не увидела. Придется глотать валидол. Астахов молодой этот самый. Вот. Я представил себе, как делаются книги. Я видел книги. Я не могу ни показать, ни это. Потому что я все-таки умудряюсь с некоторыми дружить. Учеными. А когда в книге 100 с лишним ссылок. То есть он общается, состоит из ссылок. Представляете, таблицы никому не нужные. Там огромные таблицы с этими. С водостойкостью. Огромные таблицы с задачей удобрений. Миллиграммах, миллилитрах. Ужас. Вот. А здесь Астахов, я понимаю так. Молодой. Поручили. Он ночами не спал. И он полез сюда. Смотрите. А, для начала, это тоже, это же не он изобретал черешню без сахара. Черешня без сахара. Не он же изобретал. 21-23 страницы. Это готового материала было легко найти. Это, вот, часть книги написана. Вот это молодой Астахов. Я на него надеюсь. Вдруг, хоть бы один после этого взял и сказал. Константинович, а давай дружить. А у вас самые северные в мире черешни. Вот. А я там уже 10 лет прошло. Я уже там зам-зав. Вот. Я оторву ваших ребят молодых с руками. Вот. И это самое. И мы такими, мы черешню всю страну покроем. Вот. А пока эта книга учит убивать. Ладно, 23 страницы. Ну, скажите мне, где взять черешню, чтобы сушить, вялить? Где? Варенье где? 23 страницы. Где взять ее? Смотрите, что вы натворили. Для начала, я понял. Когда две фамилии, это ясно. Старший дает младшему задание. Вот. Подготовить книгу. А сама, не читая, расписалась. Смотрим. Он брал из этой литературы. Ничего не видите? Перевод с болгарского. Ну. Ну, уж на что Брянск, Южный. Ну, вы же это. Ну, ладно, она-то сама. Она подписала, не глядя, может, этот. Черновик книги. Ну, Астахов-то должен был в школе проходить географию. Ну, что думаете на этом? Ага, сейчас. Перевод с немецкого. Ну, что вы это самое. Нашли у кого пример вроде бы. Дальше будет такое твориться. Ладно. Формирование обрезков плодовых деревьев. Кишинев. Картия Молдаванеска. Ну, что? Вы что, не знаете, где находятся какие этот самый? Молдавия, нет? Ну, вы это... Для кого пример? Вы бы взяли бы хотя бы книгу Броднера-то. Броднера бы взяли книгу. Пригодилось бы. Ну, и так далее, и так далее. И вот получается, сейчас вы видите такую красоту, что сейчас со стульев попадаете. Вот это я вам показывал. Но освежаю память. А потом я вам покажу то, что я называю... Это... Ой, это название. Это... Там должно быть так, минут пять мата. Сейчас увидите. А пока... И так, пять-восемь ветвей. В одном ярусе. А должно быть три. Они вместо Бога решили, что вишние ветки... Это причём, вы знаете, они... Вот... Книга-то называется «Север». Как это там? Ну-ка, сейчас вспомню. Где она, начало-то? А, «Зимостойкая» через что-то. Ну. И даже уже научили нас, как это... Делать варенье из неё. Должно быть три основных скелетной ветки. Остальные на кольцо. Как вы, учёные, уже за сотни лет, вы же друг у друга учитесь. Вы же все заканчивали униституты, институты и прочие академии. Объясните мне, ради Бога. Вы что, не знаете, что каждое... Это... Вы что, ну, поговорите с инвалидами, у которых резаные раны. Вы что, не знаете, что у них раны эти резанные вообще... Мёрзут, мёрзут у людей. Вы что, не знаете, что эти кольца, косточковых культур, что у них раны не затягиваются никогда. Где бы я ни был, на Украине, в Москве, в Саиногорске здесь, в чужих садах своих. Вот, я проверил несколько, у меня сотни этих фотографий, у меня тысячи наблюдений. Скажите, пожалуйста, вы их могли бы убедиться, что ни одна кольцо не затягивается? А если вам кажется, что затягивается, то калус обладает на 10, на 15 градусов меньше сопротивляемость к морозу. Ну, вот это вот сразу на кольцо бросилось. Но я не ради этого хотел говорить. Вот. Итак, путчерешнее язвимым местом является штамп. Так. И тут впервые я умное написал, прочитал, через формирую с низким штампом. Сейчас вам покажу этот низкий штамп. То есть, за стулья не удержите. И потом пошло. Мощный садец надо изувечивать, видите. Ну, я уже боюсь подробно говорить. Даже пропускаю. Боженьки мой. Смотрите. Второй, третий ярус. Два, три скелетных ветки. Вот мне сейчас возвращаться туда. Ведь если взять вот эту прекрасную черешню, которая в жесточайших условиях, в дичайших условиях дает урожай. Вот она. Что бы было бы, если бы здесь, это, действительно, по четыре, по пять, по шесть, по восемь в одном ярусе. Как можно оставлять два, три? За почему? И ведь, что интересно, почему ветки называются слабыми, когда они не слабые, они плодовые. Плодовым может быть почка, плодовым может быть небольшое плодовое образование. Помните, там, как бы, только капецо, кальчатка, как угодно. Плодовому может быть вся ветка, и она так увешана этими самыми, что на неё смотреть страшно, столько на ней плодов. И вот вы видите, после довольно страшной, скажем так, зимы, вы видите, что дерево это плодоносит только потому, что к нему не подходили секаторы. Только поэтому. Что вы тут нагородили? Пять тысяч экземпляров. Да ещё назвали зимостойкой. Вот же эту зимостойку, скажем, вот кольцо. Кажем кольцом, она меньше, 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 меньше. Вы думаете, это всё? Тут подробнее, тут столько издевательств страшно. Обрезка сводится к умерению, к проезжению крови. Ну нахрена она уже плодоносит, а уже всё? И у них, что интересно, черешня относится настолько, так же, как персик, так же, как абрикос. Вы видели, даже у меня голое, то есть на концах огромное количество плодов, а сами, ну, божевчатцы не хочу, не успел прокомментировать, а сами там метра полтора голое. Там уничтожены все плодушки и все короткие ветки морозами. Так? Ну а деревья живые, и так же ломятся от урожая, но это пример чего? Вот. Что они настолько нежны, вот эти вот, мороз сильнее, вот эти тоненькие веточки, плодовое образование, он их сильнее убивает, легче убить, чем крупные толстые ветки. Вот. И на чёрт-то вам вот это удаление, прореживание, вот, я ничего понять не могу. Ведь я, знаете, что вам скажу? Вот. Кто там вас учил? Вот вы брали эти, это я к Астахову обращаюсь, потому что она подписывала неглядя, я уверен. Ницарское это дело, всё, написали это. Ведь он же сосался на авторитету, Молдавии режут. Это всё готовое. Я это встречал десятки раз. Это передрано один к одному. А хотите, я вам ещё покажу? А, кстати, вот это вот, ваша фотография, которую я перефотографировал, из книги, да? Смотрите. Да, короткий штамп, да. Вы вот здесь вот ран понаделали? Так? Ран. Раны, 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 я потом покажу страшнее. И вот, продолжение этой темы. И написали ожоги штамп. Какие хрен ожоги? Да, есть такие понятия морозобойные, есть понятия солнечные ожоги. Кто бы спорил? Ожоги штампа. Искалечили в этот штамп. Вот. И нашли пример для книги. Да тут сразу испугаются, и перестали с черешней заниматься. Если это, у вас они такие. Ладно. И вот я, ход, прищипывание, для окончания роста, прищипнуть верхушку побега. Ещё раз скажу. Ребята, на всю оставшая жизнь, прищипывание верхушки, по ошибке, в течение десяток, сотен лет, сотен лет, стала нормой. Это страшнейшая ошибка. Стоит прищипнуть веточку побега, зелёного ещё, думая, что он прекратит рост. Он прекращает рост только для вас, потому что вы не знаете, что в это время просыпаются, на оставшиеся побеги, изувеченным, просыпаются почки ниже, и они должны расти, но у них не хватает российского, подчёркиваю, российского, помните, я вам говорю, что 90% дач, это моя примерная цифра, я её придумал, находится в третьей, географической зоне, в четвёртой, там уже, поменее, там тоже дача, но там уже понятно, кустарники, там какая-нибудь черноплодка, а 90% 95%, ну, не считая, там, Северного Кавказа, и, может быть, это, и Крыма, который, почему-то, это самое, да и там тоже хватает беды, и вспомните, сочек, который, это, набит импортными, абрикосами, персиками и сливами, помните, на рынке, мне писали, и там разучились, но это ладно, так вот, когда вы прищипываете верхушку побега, начинают просыпаться, в разной степени, почки, ну, как просыпается, ему бы еще вырасти, а есть специальный прием, прищипнуть, чтобы они еще умудрились превратиться в почки, веточки, да еще цветочные, а на следующий год, чтобы они заплодоносили, то есть, ускоренные, а получается-то как, когда-то короткое, они просто полуготовые, как полуфабрикатные еще, и они гибнут массово, а потом удивляемся, вот это вот прищипывание, еще одна страшная ошибка, но тут они не виноваты, они как били им в башку, вот это вот самое, их учителя в свою очередь, но так бывает, что уже настолько это становится нормой, когда тысячу раз черное называешь белым, и уже все поверили, что это белое, и никому в голову не приходит, что почему гибнут деревья, ладно, пошли дальше, я еще, знаете, немножко попрекал, если уж извините, так, лоточек сделаю, сегодня, может быть, за два часа, два часа не хватит, но эту тему закончу, я так старался, вот, больше ни один человек на планете вам этого не расскажет, смотрите, вспоминаю, фамилии не буду опять трепать, вспоминаю Наталью Андреевну, вспомните, когда она, это же самая фраза, да, смесь глины и коровика, когда я говорил, ну вы что, в 21 веке, не можете отказаться от дерьма коровьего, вот, но я тогда просто посмеялся, почему, это был ответ, когда она, не называя меня по фамилии, там, не безвестный садовод, не связывайтесь с сибирскими этими, и прочее, прочее, вот, ну так, знаете, были за из нее, вот это вот, не призн, к нам, с любителем, вот, и, значит, это, я взял, в ответ просто посмеялся, но москвичи приехали на дачу, ну, помните, я еще говорил, чуть выше, что, да, надо, сам, человек, и, наверное, самый известный в России садовод, это мой положительный пример, вот, Туманов Андрей, главный редактор крупнейшей газеты, он же, председатель союза садоводов, он же, член Госдумы, и еще, по-моему, там, какой-то пост занимает, это он говорил, что он все дома собираем, в мешочки, мешочки, привозим в деревню, и в компост, даже он, потому что я не один такой, так вот, где москвичи, это ладно, я вас призываю, не гадить природу, в мешочки и в эти самые, в ямы, вот, но тесто другое, где москвичи возьмут дерьмо корове, так вот, а поясняю, что не пояснило, вот этот, Астахов, с Канчевым, коровяк, это даже не коровье дерьмо, коровяк, это называется, удобрение, из коровьего дерьма, вот так правильно, ну что, стены там, это, ну неужели трудно было, ну неужели вот это трудно было, ну хорошо, Наталья Андреевна, которая, так же передрала эту самую фразу, она же глаза режет, потому что слово коровяк, она передрала ее тоже, из предыдущего источника, как его, вот, а сама у этого Долматова, моего друга Серебенского, выписала эту, лак-мастику, это, он посмотрел этот ролик, фильм этот, который я над ней издевался, в ответ на ее издевательство, надо мной, да, ну сладкая месть, обменялись этим, вот, так вот, звонит мне, говорит, Константинович, а когда же у меня 7 флаконов, это выписало, но это все честно, клянусь Богом, я его не подговаривал, он сам позвонил, вот так вот, и что получается, получается, что вы видите, это,